никак не могут успокоиться то есть казалось бы разгромный день до ничего все потеряно все загублено полный провал но еще накануне мы с вами говорили о том что есть несколько вариантов то есть о том что и украину примут какой-то шанс там дадут на 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 нато там не было вариантов потому что ну ну даже то есть в нато существует консенсус то сейчас украину принимать в нато нельзя потому что они считают что это практически неминуемая война с россией хотя я с этим не согласен я знаю что огромное количество зрителей моего канала категорически с этим не согласны потому что считать что путин не осмелится на войну в нато особенно после мятежа пригожина но нато члены то есть хозяева этой хаты так считают поэтому наилучшая формулировка которая могла получить украина это то что украина вступит в нато на следующий же день после окончания войны и вот эта формулировка она совершенно бессмысленна потому что она оттягивает зак окончание войны в бесконечность же если путин узнает что на следующий день после окончания войны украина вступит на то у нее никогда не закончится для этого возможности масса но даже не надо там иметь войска в украине он может делать по одной ракете калибр там или кинжал в день и запускать их продолжать запускать по жилым кварталам украины вот и все и будет она продолжаться вечно и в нато будут говорить об тот же орбан говорит ну война же идет ну как же видите вчера ракета упала на какой-то там город как же мы можем украину принять поэтому украине не дали бессмысленную формулировку ну и бог с ней а мы с вами говорили что есть израильский вариант и вот этот израильский вариант появился практически на второй день вообще по большому счету его готовили в принципе в деталях решила о том что крупные страны но сначала решила сша великобритания франция германия но теперь к ним присоединились еще вообще все как организация g7 то есть полы с п п п п п п п 7 крупнейших самых экономические но и военном плане наверно до мощных государств державы мира выступили с заявлением согласно которому они готовы предоставить гарантии безопасности украине на переходный период от сегодняшнего дня до того времени когда украина встанет вступит в нато мы с вами об этом тоже говорили что необходимо сейчас гарантии безопасности украины на переходный период и вот он есть берем он вон он предложен гарантии безопасности оказания экономической военной помощи помощи в разведке но это все будет длиться столько сколько необходимо необходимо формализовать это все дело безусловно значит если бы я не знаю если бы по этому направлению в мир работал мид украины профессионально я же всегда говорю что должны заниматься профессионалы они бывшие ларечники то могли бы до вильнюса обсудить с каждой из этих стран в деталях формальное соглашение можно было бы их уже подписывать но видимо ларечники решили вместо профессионалов что надо давить давить потому что для пиара нужно формулировка приглашение вступления сроки там и так далее поэтому вот не удалось это все подписать на этот раз но заявление g7 говорится о том что они готовы немедленно начать переговоры о формализации вот этого вот этих гарантий ну вот то есть вот вот вступает в силу время вот вступит нас я не думаю что там надо массовые переговоры которые будут длиться 10 10 лет уже есть на работе на международной практике меморандума между израилем и соединёнными штатами америки а их после 75 года они каждый какой-то промежуток времени они обновлялись последний по моему был в 2019 году согласно которому на 10 лет израиль выделяют 38 миллиардов долларов до 2028 года поэтому это все можно сделать достаточно быстро стоящих военных поставок со стороны стран нато на украину надо относиться предельно внимательно и серьезно говорим поки про ф-16 а питание поставим а так что с точки зору саммита нато на правду и результатов пана колеба мы цитовали какие-то значим ну перший квартал 2024 року з іншого боку ну че скажете ви що нам треба всім заспокоитесь процес йде літаки серйозные навчати пилотів треба рішення принимать треба відповідно певні строки терміни раніше мы говорили взагалі про півтора року памятаєте цих 18 месяців будь ласка все завязано на подготовку летчиков и инженерно-техніческого состава инженерно-техніческий состав уже проходит подготовку в основном в польше это уже информация есть она была еще месяц назад пока по крайней мере ознакомительную но готовятся программы для подготовки инженерно-техніческого состава по летному составу тоже уже свертываются программы летные подготовки где-то со следующего месяца они начнутся то есть с августа месяца летчики начнут выполнять программу летной подготовки несколько площадок выделена польская очень перспективная сам я бы сказал так самый перспективный это польская площадка так как язык у нас он мы друг друга понимаем с летчиками потому очень просто будет на найти взаимопонимание с инструкторами польскими у них там один всего матюк есть его мы очень быстро выучили уже потому никаких проблем с коммуникацией не будет подготовка летчиков будет где-то в течение трех месяцев около трех месяцев если с августа начнем это к концу октября у нас уже будет готова как минимум одна бригада около 40 человек летного состава дальше будем ждать сами самолеты то есть где-то уже еще то есть где-то в начале октября в начале ноября у нас уже будут готовы летчики техники тоже к этому вопрос к этому времени уже подготовиться и и структура аэродромная тоже будет готова за это время а вот уже передача техническая передача самих самолетов вот здесь уже может быть конечно вопросы но они больше завязаны все-таки на политическое решение именно на политическое если будет политическое решение все быстро произойдет вместе с летчиками с готовыми получим самолет если будет затяжка по политическому решению мы будем слышать разные причины не не которая никакого отношения к фактажу как таковому не иметь потому здесь вопрос так вот такой что надо не останавливать давление то есть давить постоянно именно на передачу авиации хотя бы бригады 40 самолетов нам надо кратить а протиск вы тут зазначили из болит прилетела как реакция на результаты саммита на то та там наголошают ну все но это уже не та же червона линя червона кружевна линя навіть же там в інший колор згадують но мовляв можуть нести ядерні заряди и так далее цели таки в 16-ти тисник по-своему а че вдається тиснути якщо ми говоримо про політичну складову з болит на тих то приймае решение ну вряд ли россияне как-то могут именно давить они могут что-то предлагать дайте нам шота и мы сделаем где-то там то есть вот это только то есть предложение какого-то обмена никто их вопли болотные уже точно не слушает а вот предложения могут быть серьезные и на эти предложения как раз политическая верхушка которая принимает решение это в основном белый дом только за белым домом этот вопрос там при примерно 2-3 человека это решение принимают или по крайней мере его лоббируют это байбден салливан и бёрнс и как-то тормозят то есть вот эти три человека на них надо конкретно давить со всех сторон есть механизмы давления через общественность американскую через конгресскин конгрессменов через пятую власть через сми ну и мы с вами когда этот вопрос подымаем нас тоже там слушают потому и мы тоже будем додавливать по крайней мере свое чтобы выдавить наконец самолеты ну а россияне россияне самое интересное к этому начали уже готовиться они уже поняли что у нас будут самолеты они сейчас ставят на крыло старые даже списаны ну не списаны а переведенные в режим хранения миги чуть ли не смех 21 23 миг 27 миг 29 они подымают и ставят и готовят летный состав подписывайтесь на канал и не пропускаете новое видео пишите коментарии и делитесь с друзьями мы также будем вдячны за поддержку нашей работы на патреон або других сручных платформах реквизиты в описи до видео сручных платформах реквизиты в описании и посмотрите в комментариях 1943